народ всем привет что выбрался наконец на рыбалку мормышек наделал но так и не порыбачил потому что приболел сейчас немножко уже выздоровел мы с азаматом выбрались на небольшую речку сейчас помормышить помикрушить у меня со мной они ра на на energy палка которую вы видели уже в прошлом видосики мои мормышки которые наделал я уже оснастил пока взял более тяжелую ноль шестую мормышку и поставил моделя посмотрим кто здесь живет лекцион распущенный глянь зацепился как и что первая рыбка болин когда-то зацепился до что мне кажется мне сейчас шнур перетрёт через об камышину нет дотянешься до нее о так 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 о чуть фрикцион прибрать а то я вот он вот он ради кого мы сегодня приехали ну что уменьшится по мормышке друзья поставил 0 23 мормышечку полосатик взял со дна без поклевки просто подобрал и пошел куда-то в стороночку все красавчик иди гуляй кстати пузатый смотри уже с икрой о оба дубль красава машина тут так работая в общем легкие веса и приманка чего тебя мотыль мотыль 0 3 до мормышку я 03 у меня 02 0 23 поставил такой вот с хвостиком какой-то жопа хвостик фуда все красава оба так главное не уехать да он был всего лишь воду зайти сразу все клюет у тебя с ударом взял ты в порыве страсти не понял да но со дна по моему мясо на точно взял шабойки вроде как активный такой у меня взял под берегом прям здесь уже недалеко их тюкнул но маленький судя после такой прям еле-еле касание был до рынка машина мне кто-то мешает сейчас нужно еще закрепить так скажем есть ох я прям почувствовал как заел услу что него хоть вот таранку мы таранка плотва ну такая вот слушай но это бойко взяла это прям бабах ты коту заберешь все сейчас мы котику котику таран очку так общем оторвался ребят сейчас буду перевязываться перевязываться оставлю такую же маму шульку получение темнее друзья значит вот такая у меня мама мышечка небольшая и вот такой вот маленький не знаю как это назвать даже я их называю же по хвостике пытаемся ловить мелкую рыбу для котов азамата окуни мы отпускаем он цикрой а всякую плотву клейкую все что здесь может еще попасться берем есть о вот это хорош горбач для мормышки это прям коптимого трофея конечно на коптилку тоже взял за здесь подберега ты на равномерке или от 1 потихонечку подтаскивает о забросил слушай сейчас вдоль да и вроде не допустил до нее оба а ты там на пас был поддача такая поклевка о хорошенькая хорошая коты будут рады слушайте коты будут рады да у там взяла под камышом я очень бат оторвался идем на другое место пока привязался потерял несколько килограмм нервных клеток на таком ветру самым тонким шнуром это просто жесть все запуталось естественно три раза в общем меняем сейчас место хотим прийти туда где ведь ветра будет меньше либо он будет дуть спину потому что ловить с боковым ветром на такие легкие мормышки конечно не очень получается положительная . будет у нас по белой рыбе клейка и плотва азамат осознает это место я здесь первый раз а он здесь постоянно ловит поэтому вот не был так постоянно добывает поэтому будем надеяться что у нас не обманывать новое место другой берег почти без ветра сейчас посмотрим хочу здесь по глубине опа есть сидит ну понятно кто контактировал слушай такой маленький уже с икрой пузатый вот опора не упадет как как профессионал посмотри стоим прямо под опорой она так наклонилась очень печально надеюсь на сегодня током не убьет шина вот этот самый тот спортивный размер на котором хорошо тестировать палки по чуйке реально он там еле докоснулся плюс ветер до дугу выдувает то есть прям показательно то что в руку все передается оба а еще один был с рядышком здесь вот и на подбросе попробую с дальничка щас что там уклейку ищу ты в толще дав проводочку у красава действительно уклейка действительно уклейка вот это профессионализм я понимаю захотел уклейку поймать поймал уклейку ты прям в толще да и и провел и она то есть прям максимально в толще и толще опускаешь она уже уклейка вот еще был контакт была да лека не реагирует там начинает плотва клевать либо вот я сейчас той зоны по дну провожу пока ни одного контакта вообще то есть надо попробовать сейчас в толще провести возможно уклейка возьмет мне кажется у меня мормышку час выйдут вместе с петлей есть есть система работает слушай система работает в толще равномер очка и вот она уклейка ты тоже коту забираешь слушай кот сегодня будет доволен так а я хочу окунька давай проверим профессионализм уклейка было теперь хочу окуня надо поймать окуня целенаправленно вот он вот он вот он это это уровень вот это уровень это уровень щекой у нас в этой зоне под ногами стоит практически буквально метров пять-шесть на дне уклеечка у нас толще меняем проводку ловим другую рыбу так давай еще одного окуня может он стоит тут ближе к этому кусту во первых был до во вторых за счет думаю блин была сейчас поклевка у меня этот у меня мормышка с свет светлым шаром видел то есть может он на нее как-то лучше реагирует может быть хотя по опыту кажется что белая рыба обычно лучше реагирует по светлый шар нет плохой да слушай я не знаю закинем туда сделай заброс мне уже третий раз нам поклевка такая дай спиннинг а ты забрать вот кто там блин балуются окунь что ли такой дерзкий январь-февраль это вам самые грустные месяцы у нас края если люди в средней полосе там и на севере ловят сальдо успешно на сейчас да что-то там ловят у нас здесь вообще беда какая то есть рыба какой-то анабиоз падает очень тяжело анабиоз она уходит из-под берега собирается в стая на яму по классике ты до нее не можешь забросить берега ну либо потому что яма далеко находится либо потому что корка льда и ты на этот лет не можешь выйти вот такой зам слушай ну я на лодке в январе плавал по именно по ямам и в надежде что там сейчас будут скопление рыбы ну наверняка она там была но активности вообще никакой не было это также мы на веселку поехали по сравнению с летом там столько рыбы рисовала там вообще тьма просто весь и холод прыгать но не везде но большинство мест где там летом ходили одну щучку рисовала что-то там три какие-то четыре точки сейчас там просто стаи огромные нереальные и в одну и бели и 0 вообще 0 да так что зима у нас здесь конечно грустная тема поэтому мормышка вот в этом плане она конечно наверное больше всего дает шансов успеха на на успешную рыбалку до поймать какую-то рыбу что-то там что-то поймать потому что джек воблер и все это интересно конечно но если только на платник ехать вот он вот она или он или она это глянь полосатый по уклеечному методу до вышел за приманкой был бы по нотекс мы по увидели сейчас как он как он поднялся до красивый оставился за собой шлейф что ребят такой вот красивое местечко у нас видите рыбка поклевывает но условия конечно жесть то есть на тяжелые веса наклевать отказывается ловим на 0 2 ты сколько ловишь 0 2 0 3 0 2 0 3 вообще мелкие веса очень ну азамата шнур потолще поэтому присяду от ветра у азамата шнур потолще поэтому у него как-то компенсируется вот это вот зависание за счет толщины шнура вот у меня мормышка 0 2 и супер тонкий шнур ветер хоть и в спину но он такой противный какими-то порывами завихрениями постоянно выдувает петлю и поклевку часто пропускаешь из-за этого в общем условия жесть но тем не менее даже таких условиях очень хорошо чувствуется тычки вот этой маленькой уклейки маленького окуня на эту снасть палка у меня знакомая вам это они рано на энерджи до полутора грамм очень крутой подборочковый инструмент друзья скоро совсем будет на него обзор так что подробнее расскажу там но сейчас что продолжаем ловить и нам нужно сегодня накормить двух котов бегемота и люси мы же не можем котов оставить без ужина поэтому сейчас еще немножечко подловим белой рыбы окуня мы всего отпускаем окуня мы не берем это наша спортивная рыба нам нельзя ее уничтожать поэтому берем уклейку и отвозим котиком было да то сюда придет но не берет наверно очень маленькая вот она есть твой код будет доволен как кота зовут бегемоты люси бегемо это бегемоту отдашь я проконтролирую вот он ужин бегемота вы друзья греке рыбу никогда не беру беру ну да горит поймал отпусти что это за детская фигня надо поймал надо съесть вот мы правильно говорят возложили ответственно кота понимаешь он теперь поставили ему задачу он должен съесть то что мы наловили я думаю он справится есть уклеечка у сейчас попробую тоже уклеечку взять на равномерке сдалека прямо на выбросе да берет я вот две проводки делаю вообще пока ни одной поклевки сейчас вот здесь перешел на ступеньку чтобы окуня поймать попробовать здесь под ногами крутится так заброс вот это порывы о окунечек опа но это окунь с хорошего окунечек под ногами но уже я здесь в конце делаю ступенчатую проводку до ступеньки хорошо берет слушай мне по ощущениям как он клюет я бы еще уменьшился по весу уклеечка да кайф на белую резину уклеечка лучше клюет вообще кстати на белую резину мирная рыба хорошо реагирует реально по такой глубине я бы здесь поставил вообще самую маленькую мышку которую можно но если бы ветра не было с таким ветром я боюсь что я закину даже не смогу нормально забросить друзья у нас финальная . решили попробовать за вот здесь азамат не ловил вроде как ли ловил ловил карась был и окуньки ну карасю мне кажется еще рановато холодно карася мы будем в марте ловить сейчас попрос по посмотрим может такой не очень здесь есть ездил хороший хороший под ногами взял ну я так и думал здесь резкий обрыв такой вот торчит камыш они обычно живут как раз вот здесь вот вот я думаю что он под ногами где-то должен быть вдоль вот этих камышек а ты как раз проводишь через камыш лежащий да то есть у получается проводка четко через стоянку мяда здесь чисто под ногами практически и был был блин сошел по центру еле-еле поджевал так прям на грани ощущений слушая обязательно сюда приеду когда не будет ветра безветренную погоду я поставлю самую легкую мормышку вот это была подача слушай на выбросе завтра я буду в архизе кататься на склоне вот это подача был слушай прям под тем камышом забросил под ветки вон туда и сразу подача такая слушает чем кайф на мормышка то есть ты ловишь там какие-то пиписичных вообще куни то есть там 7 сантиметров окун 5 сантиметров и тут радуешься его подача поклевка ощущения такие блин щуку на двушку ловишь уже за рыбу и не считаешь еще один красава здесь как здесь конечно другие а есть есть неужели другие эмоции другие ощущения другая рыба другие снасти все по-другому кайф ну как то там а сейчас я помню они думал перевязываться сейчас буду забросил очень далеко за веточку блин это зацеп давай так не хочу перевязываться слушай я думаю нет уже домой надо все оторвалось будем собираться уже где я оторвался за мат все лупит и лупит лупит и лупит красавчик до съел а ну покажи поближе полярик беленький маленький да и вот такая вот лужа и в этой луже есть рыба друзья успешно ловили в общем хочу сказать мормышка конечно сейчас я немножечко спрячусь от ветра запишу из воды концовочку мормышка конечно очень интересная тема я честно скажу небольшой фанат мормышки то есть я не с головой в этом в этой ловлю но когда не клюет ничего вот зимой весной у нас бывает такая тема что крупная рыба бастует запреты в том числе я запреты поддерживаю и редко езжу на рыбалке запреты именно по хищнику которого нельзя ловить вот эта тема очень крутая то есть когда просыпается красноперка плотва окунь начинает жировать весной это очень интересная забавная история поэтому я всем советую пробовать и сам с удовольствием ловлю ну а мы с азаматом собираемся и едем домой ловили кайфанули а завтра я уезжаю в Архиз кататься на сноуборде все друзья с вами был канал гоуфиш иван базик нет не так все друзья с вами был он базе канал гоуфиш всем пока по по машине ручкой бегемот бегемот ой да ты что вот так вот ребята ловили напрасно на английском конечно бегемота там вкуснее такая же иллюсь эту раздупливую снова клей покушать что-то плату вот выбросила не хочет конечно окей помягче по вкусу